Лимоны подорожали в четыре раза. Вместо 100 рублей за килограмм, который приходилось отдавать за желтые витамины еще в начале весны, теперь придется выложить четыре сотни. Имбирь и вовсе стал на вес золота. Его стоимость выросла в 10 раз и начинается от двух с половиной тысяч рублей. Умидо Кодирова торгует на рынке около 15 лет. Говорит, таких цен не припомнит. И все-таки находятся те, кто готов платить такие деньги. Более того, спрос еще и вырос. Даже дважды, наверное, да. С базы по 350 везем. Там еще гнилые сколько, но по 400 продаем лимон. Имбирь не возим, потому что очень сильно подорожал. Насколько имбирь подорожал? Не знаю. На базе, когда спрашивала, 300-500 сказали, я уже побаивалась и не привозила его. Не обязательно покупать дорогие продукты для того, чтобы укрепить иммунитет. Можно употреблять в пищу квашеную капусту, свеклу, редьку, сухофрукты, зелень. Все то, что наши предки выращивали веками. Самарцы в период весеннего авитаминоза и из-за сложившейся эпидемиологической ситуации стараются поддержать иммунитет. Кто-то верит в волшебные свойства имбиря и лимона, кто-то старается максимально сбалансировать свое питание и добавить в рацион более доступные овощи и фрукты. Имбирь особенно поднялся в цене. Я не знаю даже. Он стоил, по-моему, около 300 рублей. Сейчас порядка 3000 даже стоит. Да, на рынке так. А лимоны даже в магазинах поднялись в цене, не говоря уже про то, что на рынке здесь. А за сколько вы последний раз покупали лимон? 399,90. Имбирем с боярышником завариваю. Так, что еще? У меня мороженые ягоды, сушеные яблоки, компот варю. Ну и травка полезная. Медики рекомендуют не увлекаться каким-то одним продуктом. Лучше сбалансировать питание. В весенний период стоит больше употреблять фруктов, овощей, причем полезные для организма замороженные и консервированные продукты. Не зря на Руси в древние времена, в далекие времена, все продукты, которыми запасались в процессе соления, квашения, сушения в том числе, все они потрясающе сохраняют свои качества, свои свойства, в том числе лечебные свойства. И всегда использовались для не только оздоровления организма, то есть и в качестве лечебных продуктов они использовались, но плюс и для сохранения баланса в организме. Поэтому в настоящее время никто этого не отменял, и мы рекомендуем эти же позиции оставлять в питании. В начале апреля Генеральная прокуратура России поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Возможно, это приведет к снижению цен на лимоны и имбирь. Елена Малютина, Николай Епифанов, События.